у нас сейчас эксперимент. эксперимент с сменой распылителей. дизель 1.9 тди агр то есть дизель с простыми форсунками. правда двухпружинными. это особенная тема простой регулировки у обыкновенных регулировщиков. те которые камазовские форсунки регулируют. могут отрегулировать только первую ступень. все остальное там плюс-минус подтягивается. конечно только первую ступень. в чем эксперимент. буду ставить дешевые распылители китайские с алиэкспресс. есть разные фирмы. причем разная реализация. почему я решил. во-первых всегда хорошо идет. у меня расход на 100 километров где-то 5 литров. это шкода октавия тур 1.9 тди агр плюс-минус это нормальный расход. когда я завожу в течение но только на холодный и небольшой белый дымок и я уже снимал видео что я чистил распылители на станке. вот когда я носил буквально это полтора доллара стоит 2 доллара стоит отрегулировать форсунку. они проверяли они не льют. ну как бы не льют как бы не писяют. но вот этого выстрела с туманом не было. а просто и такой распыл не в точку а распыл такой широкий. но вот вот того самого такого пыли вообще не было. поэтому хочу сделать эксперимент. поставить конечно это форсунки bosch и оригинал стоит совсем других денег. я хочу поставить дешевый заменитель. посмотреть как он будет работать. насколько хватит. меняю. проверю. снова отнесу на регулировку. чтобы отрегулировали у меня первое открытие. первое давление 190 атмосфер должно быть. а было где-то 160-170 при проверке. подрегулировали. ну а теперь после смены снова нужно будет регулировать. поэтому что мы делаем. тут все просто. откручиваем трубки. откручиваем крепежи. и у меня легко снимаются. проблемы нет. я их недавно откручивал. и снимались они нормально. снимаем. меняем. откручиваем. откручиваем крепеж распылителя. он откручивается легко. я зажимаю в тиски. ключиком открутилось. поэтому первое что нужно сделать это сверху. я откручиваю не только здесь. но и потом вот здесь. чтобы их немножко отодвинуть. потом конечно это чревато тем что выходит топливо и нужно заполнять эти трубки. ну тут никуда не денешься. итак снимаем трубки. хочу напомнить что откручивать нужно аккуратно. почему? если у вас форсунка стоит неплохо. вы сильное усилие прилагаете. то сразу бойтесь. почему? потому что если вдруг форсунка немножко сдвинется. если она не очень плотно на кольце прижата. и вдруг она вместе с гайкой крутнется. то она отломает вот этот крепеж. крепеж форсунки это такая вилка. и она если немножко подвигается отламывает вот этот ус. почему? потому что крепеж не стальной. он типа сплав какой-то. не сиуминовый, но сплав. типа магниевый сплав. но он не очень крепкий. и ус может отломаться. это целая проблема. так что обратите на это внимание. дальше после того как все эти откручены. они не сильно завернуты. откручиваем крепежи. тоже в общем-то не очень туго. дальше уже вручную откручиваем эти кронштейны зажимные. обратите внимание, что когда будете снимать форсунку. кронштейн. это вот такая штука. и вот этот. он не алюминиевый. но сплав такой не тяжелый. и вот этот ус может запросто отломать. поэтому обратите внимание, что еще когда будете трубки снимать. с трубки вот у меня уже телепарится. легко заходит. вот эти трубки, когда будете снимать, может течь топливо. поэтому может быть подложите сразу какую-то тряпочку. чтобы на нее вытекало. чтобы там было. потому что если затекает туда, сейчас начнете вынимать. и вместе с топливом в цилиндр может мусор какой-то попасть. поэтому обращайте на это внимание. собственно теперь мы можем немножко... так как я открутил и вверху, и внизу, и вот здесь, то я могу в буквальном смысле отодвинуть трубки, чтобы их можно вообще отсюда открутить. если я вообще отсюда откручу, то они вообще снимаются. но тут аккуратно. ставьте их вниз, чтобы мусор не попал никуда. чтобы сюда никуда мусор не попал. ну и все. откручиваем дальше. вынимаем и будем менять. ну что я трубку снял обратки. вынимаю. у меня вынимается просто. там внизу осталось колечко. значит ситуация с колечком. я буду тренироваться. вообще положено каждый раз сложить новое колечко. это правильно. оно играет очень большую роль. но я буду тренироваться. сейчас сам поставлю на двигатель. попробую как работать без регулировки. потом, когда договорюсь с регулировщиком, снова сниму, отнесу ему и он мне выставит. поэтому каждый раз я не меняю. но я каждый раз притираю их. то есть я снял. там есть определенные рисочки от места. я на ровном круге абразивном эти рисочки все снимаю и ставлю. но когда я уже определяюсь. эту форсунку на это я буду работать. я тогда новую ставлю. заказываю и новое колечко ставлю. это очень важно. что я делаю? все очень просто. вот эту верхнюю часть. сейчас покажу. вот это вот зажимаю в тиски. не покажу. ночь на дворе. темно. зажимаю в тиски и вот здесь откручиваю ключиком. это просто зажимается не сильно. не должно быть сильно. если сильно. значит всего 7 килограмм. 70 ньютонов до 77 килограмм на зажимание. соответственно и открутиться оно должно легко. единственное что когда будете это я уже расскажу. когда будете ставить менять и ставить форсунку очень важно значит вытащить думать в середину значит вытащить дунуть в середину сюда ВДшкой и вот в это среднее отверстие тоже ВДшкой вдруг от полировки остался абразив какой-то нужно все вымыть. Выдышкой промыть и ставим. когда ставим на место промываем резьбу то есть то есть вы хотите на место поставить все промыли топливом каким можно бензином я солярочкой слил чтобы никакие ворсинки соринки не попали на резьбу простите это очень важно чтобы не было перекоса ну собственно сейчас все покажу и так ключ на 15 обыкновенный не длинный тоже подходит ключ на 15 не то взял ключ на 15 подходит и просто тогда если у вас не длинная головка не до конца вставляйте он тут немножко выглядывает если она сквозная то можно обыкновенной головкой на 15 не на 14 ну собственно вот о чем я говорю прежде чем вставляем есть вот средняя дырочка продули внутрь вставили и она смотрите видно стрельно дырочки промыли значит все в порядке если вдруг какая какие-то опилочки вдруг остались они не должны были но вдруг все это промыто теперь меняем откручиваем ну дальше просто эту снимаем и ложим просто в футляр на место протереть только сейчас протру и ложим в футляр а эту вставляем только ставьте тут по-другому не поставишь все конечно возможно две дырочки и вот центральная сюда две дырочки крепежные и центральная топливная здесь тоже есть две дырочки крепежные и центральная топливная когда их совмещаешь оно по центру становится по-другому оно никак не станет только если вот так как-то я явно неправильно все ставим теперь только нужно промыть топливом и ставим на место но сначала нужно будет решить вопрос с прокладкой я ее когда вот у меня такое временное решение я ее подтачиваю и так покажу что значит промывать ну вот я тут не разбирал тут она вся чистая нужно промыть резьбу коробочка жесткого диска и тоже самое нужно промыть резьбу здесь чтобы не осталось никаких вкраплений все ну собственно теперь можем собирать совмещаем отверстие закручиваем и помним что закручиваем с небольшим усилием 7 килограмм это но очень небольшое усилие если есть ключ динамометрический то 6-7 килограмм сейчас пойду зажму вот здесь в тиски и немного закручу собственно это все ставлю на место и так все остальные по очереди и будем пробовать заводить ну что же последний этап я поменял распылители отрегулировал регулировать пришлось сильно 220 230 бар было после замены на новые распылители уменьшили до 185 195 некоторые 185 190 195 значит теперь после этого обязательно надо ввасить диагност подключаем компьютер как это сделать в моих видео есть что необходимо выяснить значит вот эти параметры заходим параметры двигателя блок управления двигателя потом измеряем параметры и измеряем первый ну первый температуру просто смотреть сейчас у меня 54 но было 30 и сейчас расскажу и четвертый в общем-то нас четвертый интересует значит вот этот вот этот и вот этот параметр нам нужен значит этот параметр должен быть не больше 15 а он 2.8 и вот эти два должны быть вот этот больше этого ну собственно и все вот сейчас тут 1.3 2.0 или 1.8 а здесь 2.8 это то чего я добился значит двигатель после регулировки давления стал работать мягче то прямо так а сейчас просто ну так дизельный двигатель а то прямо такой клац клац потому что давление было на одном 210 на одном 230 на втором 220 ну вот в таких пределах отрегулировали на 190 плюс минус и сразу все у меня и до этого было отрегулировано но я их отрегулировал на старых и так у меня сейчас хорошо это или плохо поставить китайские распылители сложный вопрос я поставил на 170 тысяч специально 170 тысяч у меня пробег поставил китайские распылители посмотрю насколько их хватит замеряю до этого у меня вот сейчас на данный момент расход 5 литров на старых распылителях почищенных отрегулированных 5 литров на 100 километров больше загородный цикл городской 5,5 может быть не больше 6 ну и вот теперь посмотрю насколько хватит и уже потом поделюсь в комментариях к видео чем все закончилось потому что сейчас все закончилось нормально повышается температура параметры норме как только я завелся вот здесь было 60 45 50 но начала повышаться температура постепенно уменьшилось 2,8 и вот пожалуйста 1,1 1,8 все по правилам здесь должно быть больше чем здесь на этом все замена удачная но насколько хватит китайских распылителей тут уже время покажет подписывайтесь на канал и будете смотреть чем все закончилось